Ну что ж, друзья мои, всех приветствую в манго, в примерочной. Вы смотрели мой видео обзор предыдущие, вы видели, что у нас особо, ну как бы пока в основном, почему-то зимние распродажи, вещей из новой коллекции очень мало. Из плюсов манго у нас, я должна сказать, что у нас вот примерочные, примерочные большие, вернее, их много, народу почти никого нету, кричи не хочу, примеряй, выходи к большому зеркалу, примерочные большие, чистые, такие много зеркал, мягкие шторки, никто не хлопает дверями по соседству, никто не орёт пока что. На входе можно внести сколько хочешь в примерочную одежду, никто не стоит над душой, не считает, сколько вещей вы несёте, ну в общем, всем пофиг. И из минусов это то, что у нас манго, это очень своеобразный магазин, который открывался, закрывался, он открывался, он был отдельный стоящий самостоятельный магазин, потом они закрылись по всему Торонто, по всему Антарию даже. Потом они открылись как придаток вот в этом большом универмаге, как бы отдельный корнер, вот сейчас я в нём нахожусь, это магазин у нас Hudson Bay, универмаг, и в нём есть корнер манго, большой магазин. И я слышала, что летом они открываются как отдельные магазины снова, вот в одном из шоппинг-центров, который находится близко от моей работы, они должны открыться где-то летом, я очень жду, надеюсь, что да, откроются, и я смогу там туда ходить, и там в принципе вот отдельный стоящий большой магазин. И вроде бы они как-то собираются открываться в других магазинах, в других шоппинг-центрах, и это очень непонятно, а что будет с этими, которые как корнеры, в общем. Короче, с манго у нас история с географией, но неважно, давайте я вам покажу, что я тут принесла. Некоторые вещи с распродажей, некоторые вещи из новой коллекции, конечно, захотелось мне, по-моему, примерить вот этот вот костюм. Такое длинное вступление, наверное, надо начинать примерки, а то вы выключите видео, не дождавшись примерок. Всё, давайте примерять. Так, прикол заключается в том, что в этом жакете нет пуговиц. Я думала, что я его застегну, и будет у меня такой жакетик, что мне ничего не нужно вниз, никакого топа. А у меня нет, у меня есть вот толстый свитер, там платье. В общем, я потом, может, его с чем-то примерю, чтобы показать, как он выглядит расстегнутый. Я взяла размер ларч, и жакет, и юбку. Юбка мне чуть-чуть великовато, но, в принципе, нормально. Я потом померюсь со свитером, чтобы показать вам, как она выглядит сверху. Обычная совершенно юбка, но вот такой костюм, он получился скучный. Такой, знаете, сам по себе-то красиво всё, и жакет красивый, и юбка красивая, но вместе. Это выглядит как такая, ой, Маргарет Эйчер такая на минималках, знаете. Очень официально, очень как-то так строго, скучно, чёрно-коричневый. Особенно, если учесть, что как бы даже вот какое-то такое наличие какого-то люрекса, даже как-то не спасает меня, и меня, и костюм. Какая-то прямо я такая, знаете, очень строгая дама. Не знаю, не знаю. Вот, смотрите, как удобно. Здесь есть большое-пребольшое зеркало, никого вокруг меня, примерочные пусты. Могу себе снимать, сколько хочу, как хочу. И не смотреть вокруг, не оглядываться. Чуть-чуть повеселее я примерила этот свитер с этой юбкой, но мне кажется, они как-то по объему не подходят. Свитер должен был быть пошире, или юбка потоньше. У меня есть тонкая юбка, вот эта пульсированная. Я померяю с этим свитером, мне кажется, будет лучше. Просто я хотела вам показать, как эта юбка сидит, как она выглядит без пиджака, без жакета. Поэтому мы с вами сделаем вот такой вот финт. Мы его подвернем, подзаправим, чтобы вам показать. Значит, вот это размер large. Он мне немножко вот в поясе великоват, но в принципе нормально, ничего страшного. В ней есть один большой достаток – это юбки, в ней нет подкладки. Как-то такая юбка толстая, такая теплая, твидовая. Твидовая, правильно? Да. Буклированная, такая твидовая. Не знаю, в общем, нет подкладки. Я сейчас посмотрю, что это состав, но мне кажется, что полная синтетика сплошь. Плошь синтетика. И, в общем, вот так. Вот так это выглядит. Короче, жакет стоит дофига. Размер large стоит 170-180 долларов. Тут сплошная синтетика, чуть-чуть, по-моему, без козы. Но я вам показывала в обзоре его, но давайте покажу еще раз. Красивая ткань такая, пуговицы интересные, пластиковые. Ну, такие, знаете, прикольные. Вот здесь ожидаешь, что будет что-то такое а-ля Шанель, а на самом деле пуговицы такие немножко спортивные. Вот такой вот жакетик без пуговиц. Это уже а-ля Шанель. Фасончик, два карманчика, вот такая штучка. Так, юбка имеет такой же точный состав. Сплошная синтетика немножко вискозы. И стоит она... Это тоже размер large. И стоит она 120 долларов. И видите, вот большой-большой минус в ней, что в ней нет подкладки. Ну, что это такое? 120 долларов юбка и даже нет подкладки. То, что есть. Флезированная юбка вот с этим свитером. Мне показалось, что вот этот бежевый цвет перекликается вот с этим и будет неплохо. Единственное, что свитером мог бы быть побольше размера. По-моему, это medium надо было взять large. Я как-то не подрассчитала. Если бы он был пошире, было бы лучше. Ну, вот я люблю такие длинные свитера. Именно вот с такими вот летящими тонкими юбками. И очень люблю плессировку. Я считаю, что плессировка никогда не находит из моды. И всегда будет в моде. Что вы не хотите и как вы не... Ничто вы не делаете. Это такая личная классика, которая... Всегда, мне кажется, что будет... Она хороша. Вот, значит, так она выглядит сверху. Это размер large. Просто пояс. И, в принципе, она мне нормальная. Даже чуть-чуть. Опять же, великовато. Но ничего, нормально. Вот такой вот образ. Подзаправила я немножко его в юбку. Получилось лучше. Мне кажется, так получше даже. Чем... Тогда он длинный. Так, как-то симпатичнее. Так, покажу вам все издали. Все себя. Чтобы вам было хорошо видно. Юбка 100% полиэстер. Размер large. И 100 долларов. Почему такие цены? За 100% полиэстеровую просто пляссированную юбку, которую можно купить и в H&M, и в Zara. Долларов за 70. А то и дешевле. А то и 50. Почему нужно вот такую вот цену загибать, а потом закрывать магазины и удивляться, почему у них никто ничего не покупает и почему нужно закрывать магазины. Вот все так просто. Я не понимаю, что тут непонятного. В свитере целых 3% шерсти. Да, стоил он 89, стоил 90, а сейчас стоит 67,50. Ну, уже на сейле, в принципе, за такую цену можно покупать. А, это размер medium. Мне надо было бы легче. Он был пошире и, наверное, лучше бы так, посвободнее посидел. Но, в принципе, свитер симпатичный. Хороший цвет такой базовый. Вот эти тромбики мне очень нравятся. И такой, знаете, блеск, но небольшой. Чуть-чуть. В самый раз. Ну, что ж, коротенькое платьице. С запахом. Трищ. Ничего. Симпатичное платье. Коротковато, мне кажется. Если бы... Мне нужно было бы, наверное, темный колхот, чтобы... Как-то было бы я, наверное, тогда не такие... Ноги толстые, как-то толстые ноги в нем. Или длина какая-то такая. Что самая некрасивая часть. Толстую коленку как раз и видно. Но, в принципе, неплохо. Это размер medium. Я влезаю в medium у них, что мне приятно, конечно. И расцветка перекликается вот с этой вот расцветкой на юбке. Только зеленая. Ну, тоже, конечно, полиэстер. Цена, не помню. Сейчас посмотрю, скажу вам. Вот такое вот платье. У него интересный фасон. Здесь такая завязочка. Много сейчас, кстати, этих платьев с запахами везде. И в H&M, и в Zari. Видимо, сейчас такой сезон. Сезон запахов. Не запахов. Запахов. Ну, ничего так. Ну, ничего особенного. Можно его вот с таким пиджачком носить. Я специально примерила, потому что хотела бы показать, как он выглядит расстегнутый. А то я там стояла, держала за грудки себя, потому что, чтобы ничего не было видно. Так вот, вот такой вот он. Он довольно такой хороший размерчик. Ни большой, ни маленький. Длина неплохая такая. Ну, длина ни туда, ни сюда. Вот, мне кажется, пиджак, которым я пришла, вот этот. Я вам потом надену, снова его покажу. Он такой вот, прям вот такой коротенький. Этот ни длинный, ни короткий. Непонятно, какой-то такой длины странный. Но, в принципе, ничего неплохо. Терпимо. Так, что у нас здесь? Размер large. А, это large. А я так обрадовалась, что я в medium влезла. Ой, блин, смешно. А это, оказывается, large, девочки. Вот так вот рушатся химеры. Химеры и наше представление о себе. Значит так, это large. И оно стоит уже 100 долларов. 100% полиэстер. Цена дурная. Совершенно непонятно за что. Потому что платье такое куценькое, коротенькое. Видите, оно там сзади, сбоку, внутри вот так застегивается на пуговицу. И потом сверху вот так вот завязывается. И такой вот воротничок, запах. В общем, ничего особенного. Ну, с размерчиком я, конечно, такая была довольная. Думаю, вот. Смотрите-ка, я влезаю еще в medium в манго. Как хорошо. Ой, смех играет. Люблю трикотажные платья. Хотя мне вот не очень хорошо их носить. Но я хочу вам сказать свое оправдание. Что в зеркале вид выглядит хуже, чем на самом деле. Вот в зеркало почему-то вот это вот как-то преломляется. Оптика, оптическое преломление камеры и зеркала. Живот выглядит больше, чем он на самом деле. Это называется старая русская поговорка. Нечего на зеркало пенять. Ну, я пеняю. И видите, оно хорошо сделано тем, что оно клешное внизу. Это экстра-лардж. Оно сейчас на распродаже. Мне нравится его вырез. Такой круглый, красивый вот здесь вот вырез. И вообще мне все нравится до сих пор. И отсюда вниз. А вот эта часть мне не нравится вообще. Знаете что? Давайте я его с поясом надену. Сейчас будете меня ругать. Смотрите, иногда пояс спасает положение. Вот именно пояс, который вот так вот. Вот именно этот. Если бы это был обычный пояс с пряжкой, это было бы никакого толку. А вот этот пояс, вы его завязываете, у вас здесь кисточки, какой-то бантик. И все прикрыто. Даже в профиль прикрыто. Смотрите, да? Патенты, девочки. Продаю патенты. Чтобы прикрыть живот, нужно надевать пояс. Со всякими вот такими вот кисточками и болтушками. Кстати, подходит к моим бордовым сапогам. И так, в принципе, выглядит неплохо. С поясом выглядит неплохо. Я посмотрю, сколько оно стоит, и чего оно сделано. Ну, конечно, синтетика. И, наверное, не буду его покупать. Потому что у меня много таких трикотажных платьев. Хотя это вот действительно... Мне нравится его верхняя часть. Представляете, это экстра-ларч. Или экстра-экстра-ларч. Я не помню, сейчас посмотрю. Ну, все равно пуза торчит как-то. Видите, здесь другой свет. И пузо не торчит. Все еще зависит очень от цвета. Когда на вас падает свет, вот так вот напрямую, то и брюшко вырисовывается. А вот без света вроде брюшко и не так торчит. В общем, надо в этом платье ходить в темноте. Когда не едет живот. А на свет, на яркий, лучше в нем не высовываться. Вообще, оно красивое. Красивое за счет клеша вот этого. Вязка такая резинкой. И длина хорошая. В общем, красивое платье. Неплохое. Так, в платье сплошной полиамид, полиэстер и так далее. Почем у нас платье для темных помещений? И 67,50 стоило 89. Тоже не так страшно. Всего лишь 25% скидка на него. Не знаю. Экстра-лардж. Синтетика сплошная. 7,68. С таксами, с налогом будет за 70. И прятаться в темноте у него, да? Не знаю, не знаю. Девочки. Навряд ли. Навряд ли я его возьму. Так, сегодня я вам показала два лайфхака, как спрятать живот. Во-первых, не стойте под ярким светом. Вот под таким вот, который направлен на вас. Вот так вот прям сверху. И вот тут вот все прям выделяется. Прячьтесь по темным углам. Тогда не будет виден ваш живот. И заведите себе поясочек такой с бумбалками. И прикрывайте им животик. Все, худеть не будем. Легче пояс купить с завязочками, с такими, с кисточками. А, кстати, вот жакет. Я вам хотела сказать. Посмотрите, какой он. Вот эта вот длина мне нравится. Вот он короткий до талии. А вот этот что-то не тудема, не сюдема. Непонятно. Все. На сегодня все. Вот такие у нас были примерки. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Всех люблю. Целую. Увидимся в следующем видео. С вами была Дита из Канады. Из теплой, весенней, практически Канады. По инерции напялила на себя толстый пуховик. У нас сегодня плюс 12. Вышла на улицу и думаю, ух. Но уже не стала возвращаться. Все, пока. Всех целую. Бай. Субтитры сделал DimaTorzok